Всем привет! С вами модный блогер Станислав Андреевич. Здоровья вам, вашим близким. Берегите себя, чай с нами. Чуть-чуть попозже я подниму хапку за ваше здоровье. Школа пикапа Станислав Андреевич. И хочется поговорить о таком явлении, как содержантки. Вы знаете, я ничего не имею против содержанток, в принципе, да, у меня их никогда не было. Да, мы жили вот с девушкой, она была моложе, и, ну, в принципе, ну, она работала, но, то есть, как бы, та жизнь, которой мы жили, ну, ответственность финансовая за эту жизнь, она, ну, была на моих плечах, потому что, ну, если я куда-то летел, ну, соответственно, я рассчитывал на то, что мне нужно покупать ей билет, учитывать ее потребности от отдыха и так далее. Ну, мне, ну, мне, как бы, было не камильфо, я же не мог оставить ее дома и сказать, ты посиди, а я пока слетаю, там, в Италию, во Францию, на Бали. Да мне и не хотелось. Мне хотелось человеку показать мир, быть с ним рядом. Это, ну, такие стандартные отношения, ничего плохого в этом я бы не увидел, если бы, там, мужик работал, там, каким-то автослесарем за 50 тысяч зарабатывая, а его жена, не знаю, зарабатывала бы больше, они бы жили, как бы, и их бы это устраивало. И не считаю это каким-то содержанством. Содержанки, на мой взгляд, ну, классические, это девочки, которые, в принципе, во-первых, а, этого ищут, вот, не хотят, ну, работать, вот, в классическом понимании этого слова, Б, ну, как правило, да, это вот такой стереотип, что это такая смазливая молодая девочка живет с каким-то, там, чуваком, у которого есть деньги, как правило, взрослым, у которого может быть даже жена дети, а он просто тупо ее обеспечивает. Мне, на самом деле, непонятны эти люди, и не потому, что обеспечивают, есть деньги, что бы не обеспечивать, а зачем, имея бабки, обеспечивать какую-то одну и ту же женщину, если можно каждый день их шпилить разных. Ну, не знаю, есть такие однолюбы, может быть, одна еб, сказал, ну, не знаю, мне всегда это казалось странным. То есть, зачем содержать одну, причем покупать ей там квартиры, машины, если каждый день можно пороть разных, как бы, тратя на это гораздо меньше денег. Понятно, что деньги там не считают, они есть, но у меня сам факт вот этой вот, ну, хотя, опять же, все люди разные, кто-то полигамин, кто-то моногамин. Ладно, но мы сейчас не про это. Как сказала, кстати, одна мудрая женщина, содержантка, это тоже профессия. А каждую профессию, ну, каждой профессией нужно овладевать хорошо, нужно как бы, ну, если ты работаешь, не знаю, автослесарем тем же, да, то тебе нужно разбираться в автомобилях, тебе нужно понимать там, ну, как бы, как она устроена. Если ты, не знаю, работаешь условно психологом, да, ну, вот, не вот этими вот тренерами, вот, бизнес, а, ну, там, психотерапевтом, то тебе нужно, ну, на мой взгляд, находить, ну, либо так выглядеть, либо говорить, и не важно, ты всегда такой, либо ты подстраиваешься под какого-то конкретного человека, а говорить, вести диалог так, чтобы человек почувствовал, ну, к тебе доверие и начал открываться. То есть, ну, у каждой профессии есть какие-то, ну, условия, которые делают тебя, ну, таким спецом в этой профессии. Я считаю, что если женщина претендует на то, чтобы ее там содержали, ну, как-то вот, причем в таком классическом содержантском смысле, не просто там она ищет себе мужа, да, у которого есть бабки, а вот конкретно подарочки ты мне, там, не знаю, там, ну, дальше того, что, гора, сними квартиру или купи, а я вот просто буду там, как бы, проводить с тобой время, ну, и давать тебе, типа, раздвигать рогатку. Вот, и на мой взгляд, такая женщина, такая девушка должна выглядеть хорошо. Ну, она должна хорошо выглядеть. То есть, когда я прихожу в магазин, да, ну, там, я такой обеспеченный человек, да, вкусы у всех разные, но мне чаще всего хочется какой-нибудь сырокопченой, хорошей колбаски купить или какого-нибудь, не знаю, паршюта итальянского. Я не буду брать вот эту ливерную колбасу. Да, базара нет, базара нет. Иногда там даже, если у тебя там миллиарды, тебе хочется бутерброд намазать маргарином, накидать туда этого ливера и сожрать. Я это называю, иногда хочется в грязи изваляться. Может быть, там, не знаю, владелец журнала Playboy, имеющий доступ к самым красивым женщинам планеты, нет-нет, на него там находит бзик, и он едет, какой-нибудь громозек упорит, потому что, как бы, ну, вот надоели вот эти длинноногие пышногрудные, хочется розозавра взять. Но, ну, как правило, да, ну, люди с деньгами, они хотят получить какой-то, ну, хороший товар. То же самое, ну, покушать там хорошую колбасу, там, а не ливерную, и если содержать, то девочку, ну, за которую не стыдно. Вот, но очень часто, очень часто, не знаю, по каким причинам, что у них в головах, женщины, которые до громозек, до розозавров не дотягивают буквально миллиметр, сантиметр или два, они, ну, как бы, вот не то, что считают, считать то или иное, каждый человек может сам. То есть, это не запрещено, мечтать не вредно еще. Я в детстве, когда был маленький, в 80-х годах, такую поговорку мне часто говорили. Но они почему-то вот так уверенно ищут, так уверенно предлагают свои услуги, и сейчас об одной из них мы поговорим. Я даже сделал скриншот, и сейчас буду читать, и вот здесь скриншоты, короче, выкладывать. Это Мамба. Мамба, в отличие от Тиндера, посмотрите мой ролик, это такое, ну, там гораздо больше вот это, содержантки, проститутки. Причем, вы знаете, у меня такое ощущение складывается, что на Мамбе кто 10 лет назад, 20 лет назад зарегистрировался, те там и сидят. Она зарегистрировалась 20 лет назад, ей было 20, там 25, а сейчас ей 45. И то есть, ну, как бы, я уж не говорю про фейков, да, это другой разговор, но ты иногда заходишь, я обязательно проведу стрим, запилю ролик в прямом эфире, может быть, где мы заходим и смотрим, там, ну, там, там заходишь, там какая-то... Ты видишь, в этой бегущей строке бабка, и она хочет там встретиться на материальной основе. С кем? С дедом Егором, у которого хер по колено и горб, как у громозеки из Ноттердама. Я просто не пойму, на что они рассчитывают. Иногда лайкаешь, пишешь, ну, не только, иногда таким, да, там, полугромозеком тоже пишешь, ну, кто там бомбит на этих сайтах, знает. Я еще знаю одну девочку, она симпатичная, она просто заходит на Тиндер. Сколько там, 50 лайков бесплатных, она прям всех подряд, даже несмотря. А потом, откуда лайки прилетают, она уже выбирает. Ты иногда тоже пишешь, ну, смотришь так, не фонтан, но брызги есть. Раз там, напишешь, и вот одно и такое написал. И сейчас мы с вами по переписочке пройдемся, заодно будем... Я буду комментировать. Я пишу, хороша, ну, типа, просто надо же что-то написать, хороша, напишет, а то. Я пишу, как настроение, как выходные провела, привет. Ну, такую банальщину, просто, чтобы завести разговор. Привет, все супер, спасибо, как ты? Ты, причем, как, запятая, ты, то есть с орфографией проблемы. Ну, я на это внимание не обращаю, это может быть ошибка, Т9 и так далее. Я пишу, в штатном режиме, ватсап, ну, типа, я сразу стараюсь, я такой еще и лайфхак, переводить все в эти самые. В мессенджеры, ну, потому что там удобнее разговаривать, можно голосовую послать и так далее. Напишет, ноу, Стас, телеграмм, телеграмм, базара нет. А вообще, пока тут, может, и цели-то наши не совпадут. О, кстати, я смотрю, прям стихоплетство какое-то. Я только сейчас обратил внимание. А вообще, пока тут, может, и цели-то наши не совпадут. Видали? Я пишу, пиши телеграмм, а что у тебя за цели-то? Я тебе сразу скажу, совпадут или нет. Ну, то есть я и отвечаю. Ну, то есть, пока вроде ничего не предвещает там беды, да. Ну, как бы цели. Ну, многие женщины спрашивают, какая цель. Вы знаете, ну, все равно приходится, я обязательно сделаю ролик, мужчина должен, все равно приходится играть по этим правилам. Я же не могу там написать и сказать, слушай, приезжай ко мне, возьми в рот и тут же уезжай. Ну, не согласится никто, даже если она будет хотеть это сделать. Нужно начинать, ну, привет там, туда-сюда, вот это вот. Кокетничай. Вот. Она пишет, во, с этого и надо. Ну, типа, я тебе сразу скажу, совпадут или нет. Я говорю, она, во, с этого и надо было. Смайлики. Встречи на постоянной основе. Это она пишет. То есть, как бы, ну, давайте разберем. Встречи на постоянной основе. То есть, ну, по факту любовница. Ну, она там предлагает быть, там, моей любовницей. Непродолжительная. То есть, так как, с водным временем, она не располагает. Ну, то есть, она, то есть, как бы, располагаю я или нет. Она там, ей без разницы. Она считает, что, как бы, ну, это, сейчас мы вернемся к тому, что я акцентирую внимание на она, она считает и так далее. Вы помните, с чего я начал? Я сказал, что иногда таких полуразазавров тоже лайкаешь. То есть, меня уже удивительно, какая содержанка, ну, там, но посвистеть в тачке, ну, пойдет. О каких продолжительных, непродолжительных встречах речи не пойму. При взаимной симпатии, ну, это понятно, как бы, да. Опять же, опять же, то есть, она хочет бабки. Еще, чтобы я ей обязательно понравился. То есть, материальная поддержка с моей стороны, но при взаимной симпатии. То есть, материальная поддержка с моей стороны, а симпатия взаимная. Ну, тогда надо ей сказать, слушай, может, ты мне приплатишь, я же тебе тоже нравлюсь. Общение без выноса мозга, ну, это типа, где была и все такое. Ну, и она тоже самое предлагает. Вмешательство в личную жизнь, ну, короче, материальная поддержка с моей стороны. То есть, ну, понятно, да, взаимоисключающие параграфы. Типа, материальная поддержка с тебя, но симпатия с нас. То есть, ты мне тоже должен нравиться, но платишь ты мне. Я тебе за это не заплачу. Я ей пишу, сколько. Ну, я в Тайпост-таке сразу говорю, сколько. Ну, то есть, товар. Увидимся, кофе попьем, пообщаемся, и все будет ясно обоим. То есть, как бы, это мы еще должны увидеться, попить кофейку, пообщаться. Ну, то есть, как бы, из серии я пришел купить колбаски сырокопченые, там, 800 рублей килограмм. А мне говорят, слушайте, мы вам ее не продадим, съезжайте сначала, не знаю, вон на луг, там пасется стадо свиней в свинарник. Погуляйте там, потом на завод, посмотрите, как их там режут, как коптят, ну, а потом купите. Что-то типа того, ну, вот из серии. То есть, как бы, какая разница, скажи мне бабки, скажи цену. Я ей пишу, пишите лего для начала. Короче, она мне кидает телегу. Ну, все это делаю, естественно, без имен, без этого, там, туда-сюда. Да, чисто анонимность, конфиденциальность. Это, ну, на мой взгляд, ну, здраво и правильно. Я ей высылаю, короче, ну, такую ракету. Вот такую. Но без брызгов и языка, если вы понимаете, о чем я. Она, ну, куда там полетел? Я пишу, к тебе, ну, чисто так. Сейчас по видео наберу. Это вот тем, которые пишут в комментарии под роликами, где я там встретился, а там разозаврано. Фотках одно, а в жизни другое. Типа, сразу по видео. Ну, попробуй ты еще по видео сразу дозвонись. Процентов в 70 я не могу, сбрасывает, неудобно. Что ты думаешь, громозека скотозавр, он тебе даст фотку, что он скотозавр? Он тебе накидает там. Я вам еще потом историю расскажу блудника своего. Это вообще трешак. Я время потерял. А там я приехал, там в натуре скалопендра сидит. Короче, я ей говорю, сейчас по видео наберу. Она, оу, ничего себе не наберешь. Я на работе. То есть у нее, помимо вот этого, поиска еще какая-то работа есть. Я пишу, а, ну типа, она пишет, на совещании спрашивать надо. Умник. Я пишу, ну тогда скинь пару фоточек, хоть посмотрю на тебя. Обязательно. Пишет. Я пишу, а какую ты материальную поддержку хочешь? Говорю, деньги или подарочки там и все такое. Кстати, ты мне что? То есть, ну, по-моему, это здравый вопрос. Вот эта история, мужчина должен меня содержать. Там, это вот к вопросу мужчина должен. Сделаю ролик. Мужчина должен. Ты что? Вот это, я буду давать тепло, домашний уют, быт. На хер мне твое тепло? На улице плюс 30. Я вон, не знаю, сейчас кондей буду устанавливать. Домашний уют, да у меня все нормально. В микроволновку поставил, разогрел еду. Это самое, в посудомойку. Если надо, 2000 домработницы. Или маму попросил. Мама пока жива, здорова, подъедет, поможет там убраться. Я еще денежку дам. То есть, как бы, зачем? Какой уют? В общем, или, ну, и спрашиваю, деньги тебе подарочек. Потому что, знаете, некоторые, типа, они сами себя оправдывают. Нет, типа, я не проститутка, я же деньги не беру. Ну, ты мне подари там духи, цветы, не знаю, ну, кто во что граст машину, я тебе дам. Ну, деньги я не беру, я же не проститутка. Ну, и пишу, а ты мне, кстати, что? И она мне пишет, а что не хватает? Расскажи, реши. Вот, я хотел написать, мне не хватает Дарксайд на 32Х в коллекцию. Ну, как бы, навряд ли она его найдет. Хотя, мало ли что. Я пишу, да у меня есть вроде все. Ну, типа, я вообще, когда мне задают вопрос, что ты ищешь? Я говорю, я ничего не ищу, у меня все есть. Некоторые пишут, ага, значит, ты женат. Я говорю, я не понял, что ты взяла? Ты же говоришь, все у тебя есть. То есть, наличие жены, такое обязательное условие. То есть, одному нельзя жить. Да у меня есть вроде все. Ну, типа, я ей пишу, да, она говорит, тогда нет смысла. Я пишу, ну, в данную минуту мне хотелось бы, чтобы ты взяла у меня в рот. Но тебя рядом нет. Ты же на совещании. То есть, вот так. Ну, типа, я уже, ну, троллю. Типа, что бы хотелось? Я ей говорю, сейчас бы ты вот сидела, опа. А так, что, все остальное у меня есть. И она там, ну, да. Облом. Вот эти смайлики. Смайлики присылает. И я пишу, а ты говоришь, матподдержка. Сейчас бы я тебе заплатил. А чуть позже уже поздно будет, например. Ну, типа, сейчас хочу, завтра не хочу. Фишка в чем? Фишка в том, что после того, как я ей написал, кинь, пару фоточек, она мне их скинула. И вот этот диалог, какую хочешь материальную поддержку, деньги или подарочки, хочу, чтобы ты была здесь и не на совещании, тоже началось после этого. Сейчас вернемся к тому, с чего я начал. Начал я с того, что, ну, содержантка, ну, на мой взгляд, она должна выглядеть, как содержантка, а не как крокодил, который вылез там из болота в штате, на севере штата Флорида и переползает через дорогу, через автостраду. Ну, там она высылает фотки, я просто не понял, ну, там, не знаю, там 700 рублей езжал, когда, сказать, давай ты мне лучше приплати. И вот у меня вопрос к такого рода женщинам. Я просто не пойму, у вас есть глаза и зеркала дома? Ну, если вы не слепые, ну, подстаньте перед зеркалом, посмотрите на себя. Ну, и оцените себя, во сколько там, какие вам подарочки. Ну, хочешь, я тебе, не знаю, там, на PSP подарю какой-нибудь FIFA 98 Essential, я не знаю, что. 700 рублей не дам, дорого. За 700 рублей можно, не знаю, в Магдональдсе поесть, это удовольствие будет. Больше получше. То есть, ну, я понимал примерно, к чему идет, я понимал, что это зателка, когда лайкал. Но, опять же, еще раз говорю, все зафильтровано, да, а в жизни-то там другое. А высылают, ну, когда ты договариваешься о встрече, они высылают уже свои фотки. Я уже говорил об этом, что там прилетают фотки, ты смотришь, и у тебя вопрос, какая, кого ты ищешь? Какие подарочки? Банку соленых шпрот? Или я просто не знаю, что. Бутылку водки, потому что без нее, как бы, это на тебя не залезешь. Ну, то есть, ну, образно говоря, понятно там. И вот у меня, как бы, такой вопрос к женской аудитории моего канала. Я, конечно, понимаю, что это. Каждый смотрит на себя и видит альфа-самца. Таких мужиков полно, особенно в комментариях на стриме. У всех там миллионы женщин. Балда по колено там. Это все, это понятно, как бы, это мы все проходили. Но, как бы, вот, ну, неужели люди, которые, там, ну, это нет, не любить себя, это жить в какой-то иллюзии. Вот. И требовать за это бабки. Пытаться продать себя. Это то же самое, что ливерную колбасу пытаться продать, там, я не знаю, в азбуке вкуса за полторашку за килограмм. За батончик. По-моему, это бред. Она там будет лежать и стухнет. Поэтому, вот, вот такая вот история. Вот такая вот история. Женщины, не продавайте себя. То же самое касается и мужчин. Просто живите и кайфуйте. Это не значит, что вам нужно спать, там, трахаться с кем попало. Нет. Делайте, что вы хотите. Если вам нужен, там, муж. Ну, находитесь в пребываниях ожиданий мужа. Не надо искать. Как правило, вы находитесь и непонятно что. Вы находитесь того, кто согласен стать мужем. Таких бобров тоже полно. Я посмотрел одного известного, ну, в этой сфере блогера. Ну, не его, а комменты почитал. Как же мужики боятся баб. Сбиваются в стаи, вот, в эти барсучьи карусели, карнавалы. Боятся баб. Боятся. Им нужна инструкция по руководству. Как вести себя с разведенкой, с прицепом. Как вести себя с такой-сякой. О, ребят. Блин, неужели у нас так? И они орут о каком-то женском феминизации. О том, что сейчас женщины, типа, там, у нас... Вы сами себя... Вы... Ну, я просто не пойму, о чем, о чем... Ну, чисто вот на эту тему, о чем говорится мужиком, который боится женщин. Не какую-то конкретную женщину. Она может быть, там, я не знаю, мамаша Бейкер. Там, главарь мафии. Да. А просто женщин женского пола. Они адски боятся, что им сядут на шею. Что их там забарсучат, заленят. Им изменят. Не знаю, мне кажется, мужик, который боится женщин, ну, не знаю, это как-то странно, на мой взгляд. В общем, не бойтесь женщин, женщины, не бойтесь мужчин, живите счастливо. Берегите себя. С вами был модный блогер Станислав Андреевич. Я благодарю ребятам, которые подписаны на канал, как спонсоры канала. Спасибо большое, спасибо большое про эту тему. Поставьте лайк, напишите комментарий, если хотите, вот именно про страх женщин я бы вам рассказал. И, ну, мы бы вместе это обсудили. Потому что, на мой взгляд, это, ну, я не знаю, это не проблема. Потому что для меня это точно не проблема. И то, что они там кого-то боятся. Но для меня это странно. Странно. И это, кстати, это, ну, разделяет нас на два лагеря. Мужской и женский. И вот из-за таких бобров потом бабы начинают вести себя по отношению к мужчинам. Ну, как ко всем. Так, как будто они все одинаковые. А мужики начинают там ненавидеть баб. Просто потому что им... Просто потому что он сам бобер. Ему на шею накинули там две ноги и сели и прокатились. И он думает, что все такие и начинает их панически бояться. То есть, вообще, эту тему стоит обсудить. И поставьте лайк. И мы обязательно обсудим. Еще раз спонсоров канала поздравляю. Спасибо большое. И благодарю. Поздравляю. Поздравляю с тем, что у вас все хорошо. Что-то ляпнул и не понял, что. Каждому, кто смотрел этот ролик, я желаю всего самого хорошего. Здоровья, счастья в личной жизни. Бабла. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»